Секреты две мира в Скайриме. Тайна. Расы, которая загадочно исчезла. Погибли они или где-то нас ждут? Сегодня мы это попробуем выяснить. Всем привет, друзья! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Ну что, поехали! Один день моей жизни. Если еще не видели, ссылочка в описании. Вы знаете, что потом делать. Ну что, локация Аркентамс, которая была добавлена с дополнением Данверт. Находится недалеко от Маркарта. Именно в этой локации вы находите какой-то голубенький обработанный предмет. Позже узнаете, что это чистый Этерий. И вам нужно найти еще три части. Потом из этих четырех кусочков мы собираем Этериевую эмблему. Этериевый ключ, Этериевое все. И, кстати, обратите внимание в центр. Очень знакомый символ, да? Точно такой же символ был на Двемерской головоломке, которую мы находим по квесту Гильдии Воров. Это как особое сокровище. И я еще тогда предположил, что, черт возьми, мне, мне кажется, что основной символ, основной лого Т6 будет как раз-то этот символ. Мне кажется, что основной сюжет будет крутиться вокруг Двемеров. Ну вот, смотрите. Скайрим. Лого Империи. Там дракон. Скайрим драконы. Логично. ТС-4 Обливион. Врата Обливиона лого. Моровинд. Так, погодите. Вспоминал лого Моровинда, и на фоне все равно лого Империи дракон. Хотя нет. Там Луна и Звезда. Луна и Звезда. И, черт возьми, мне кажется... Хотя, ладно, я немножечко отошел от темы. Нашли Этерий. Ключ. И, конечно же, он привел нас к легендарной кузнице. Этерия. Да, с помощью этой кузницы мы создаем легендарные Этериевые артефакты. С помощью Этериевой эмблемы. Угу. Это или же Этериевая корона. Этериевый посох. Или же Этериевый щит. Создаем посох. И, главное, как бы проблема в этом всем. Хочется еще. Мы даже у Катрии спрашиваем, есть здесь еще Этерий? Еще Этерий? Не знаю, честное слово. Чудо, что хоть что-то осталось. Ведь столько лет прошло. И, оказывается, друзья, Этерия в игре очень-очень много. Вы очень часто и я проходили возле него мимо. И не обращали внимания. И больше всего Этерия. Больше всего Этерия мы встречаем в черном пределе. Даже смотря на потолок. Видите голубенькое сияние? Да? Это Этерий. Ребят, мы его встречаем везде, на каждом шагу. Вот этот вот голубенький лед или же кристалл, который просто излучает какую-то магическую силу. Да, это не обработанный Этерий. Но основная проблема заключается в том, что он не поддается обработке. Его невозможно ни согнуть, ни отломать. Вообще никак. Так, ну как вы уже поняли, да, Двимеры. Двимеры научились обрабатывать Этерий. И это все можно легко узнать в книге под названием «Войны за Этерий». В книге «Войны за Этерий» сказано, как норды были просто в шоке, когда Двимеры просто взяли и исчезли. Взяли вот так вот раз и исчезли в одно мгновение. Также тут сказано за Этерий, за этот магический кристалл, который попадается как раз-то в Двимерских развалинах. Ну просто под землей он попадается, не только в Черном Пределе. Даже я помню, я еще находил, когда мы направляли к Забытой Долине, помните? Да, 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 да. И, ребята, и основная проблема данного кристалла была в том, что он не поддается обработке. Да, люди видели, что, блин, он сияет, с него прям магией какой-то сияет. Ну, никак не могли. Ни магией, ни алхимией. Но, читаю, гномов, само собой, такие проблемы лишь разодоривали. Гномы собрались. Четыре клана объединились в один. И они научились, научились обрабатывать Этерий. Была построена кузница Этерия. И из-за этой мощи они в один же миг и рассорились. Да, теперь вы понимаете, почему четыре части осколка Этерия. То есть, наверное, каждый клан забрал себе один осколок. Потому что они рассорились и не хотели делить одну кузницу Этерия. Ну, их война внезапно оборвалась исчезновением. Исчезновением магическим. Ну, друзья. Я играл, многие ребята помнят, я начинал играть в демо Тез Онлайн. В новое дополнение Греймор. Которое добавляется Летюд и эту часть. И там есть черный предел. Но, оказывается, это немножечко другой черный предел. И стоп, 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 стоп. Получается, мы с вами знаем, что события Тезу происходят за долго до событий Скорима. Черных пределов. Скориме было намного больше ранее. Да, друзья. И этому есть прямые доказательства в современном Скориме. Как вы прекрасно знаете, у двемеров очень популярные лифты. Которые вас поднимают наверх или же опускают. Да, 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 да. Эти подъемнички встречаются в каждой двемерской локации. А теперь посмотрим на карту. Черный предел в Скориме занимает примерно, наверное, вот такую вот часть. Да? Сейчас я высвечу на экран карту черного предела. Да, он был больше. Намного больше. Вот, например, летим куда-то в самый-самый край. Вот. Район Рифтона. Локация руин Неркунда. Как только мы сюда забегаем, мы сразу понимаем, да, это двемерские сооружения. Но понимаете, они разрушены. Тут только можно бежать, найти сундучок, немножечко лута и все. Но немножечко осмотревшись, мы понимаем, что это шахты лифтов. Да, с которых мы поднимаемся или же опускаемся. Просто-напросто они уже разрушены. А это значит что? Это значит, что под землей, возможно, когда-то тоже была огромная территория или какая-то территория с двемерами. И у меня такое ощущение, что... Вот смотрите, вышло дополнение с Греймур, то есть онлайн, тут свой черный предел, я так понимаю. И, наверное, выйдет район Рифтона, и тут тоже будет свой черный предел. Потому что это реально лорно. И не только здесь, ребят. Салетют, Маркарт. Здесь не отмечено место на карте. Тоже с руинами. С двемерскими руинами, которые были разрушены. И также, скорее всего, шахта лифта. Но знаете, что еще заметил? Как и в первой локации, так и тут охраняет мать Дымок. Я уже не один раз замечаю, что мать Дымков охраняет двемерские развалины. Также в черном пределе она встречается... Может быть, это какой-то безумный эксперимент двемером? Что думаете? Напишите в комментарии. И вот такие вот странные развалины двемерские разбросаны практически по всему Скайриму. Ребят, понимаете? Блин, мне что-то сразу захотелось... Вот не знаю, не тянуло мне к Тесу. Но я понимаю, что сейчас там же, наверное, очень много каких-то дополнительных квестов в черном пределе. Будет выходить DLC. Может там все это раскроется, а? Если вы проходили, напишите, пожалуйста, в комментарии. Но что-то странно это говорить. Но меня потянуло в Тесу онлайн. И как раз-то на стриме по Скайриму мы вспомнили о последнем двемере. И задался вопрос, почему он не исчез? Но чтобы это выяснить, мы отправляемся в Те-стрим Моровинд, локацию Тель-фир. Да, именно тут обитает последний двемер. Как-то давным-давно я о нем рассказывал вам, но... И как раз-то у него можно узнать, почему он не исчез, а все исчезли. Смотрите, исчезновение гномов. Хм, я не знаю, что произошло. Меня при этом не было. В то время меня занесло во внешнее царство. Что? Во внешнее царство? Как это тебя занесло? Ты шел-шел, поскользнулся и опа! Внешнее царство. И интересно, какое внешнее царство? Может быть, это царство Шиагората? Безумный во мир, а? Или же царство Хермиуса Моры? Вариантов много. Но как, черт возьми, он сюда попал? Вы, конечно, можете сказать, ну, Вань, ну, как и ты туда смог попасть, так и он, да? Но, ребята, у последнего Двемера есть теория, куда исчезли Двемеры. Давайте послушаем. Лорд Кагренак, выдающийся философ и мах моей эпохи, создал аппарат с целью управления мифическими силами. Что за аппарат? Чтобы переступить границы смертности Двемеров. Однако, рассмотрев его формулу, некоторые логики заявили, что подобные эффекты не избежать, а последствия могут быть катастрофические. Думаю, Кагренаку удалось дать нашей расе вечную жизнь, но с непредсказуемыми последствиями. Например, полное перемещение во внешнее измерение, друзья. Или он ошибся, и наша раса была полностью уничтожена. Почему-то мне кажется, что Двемеры, друзья, просто-напросто переместились в другое измерение. И есть зацепки, что это как бы подтверждают. Первая интересная вещь, это Глотка Мира. Вы прекрасно знаете, что именно здесь есть довольно любопытное место. Какой-то временной континиум с таким вот эффектом, как будто ветер вверх дует, да? Еле-еле видно, но видно. Именно здесь, по основному сюжету, мы читали свиток, да? Читали свиток и перемещались во времени. Мы видели бой с Алдуином и узнали слово. Угу, да, окей. Но, ребята, понимаете? Артефакт, этеревый посох, когда вызывает какое-то существо, создает точно такой же эффект, как и этот, который еле-еле виден. То есть, мы вызываем как будто с другого времени, или же с другого измерения. Также в игре с Карим была вырезана магия, которая всегда вызывала двемерскую сферу. И знаете какой эффект? Да, эффект точно такой же. В начале этого временного континиума, и что это? Понимаете, такой эффект только на двемерских существах. Любой другой призыв не вызывает этого эффекта. А теперь перемещаемся в небольшое городишко Морфол. Именно здесь обитает маг Фолеон. Довольно интересный и уникальный маг, что только он может излечить нас от вампиризма. И как только мы берем квест по излечению, он говорит довольно любопытные фразы. Слушайте, говорят, ты настоящая светила во всем, что касается вампиров. Мне многое ведомо. Я изучал вещи, недоступные большинству смертных. Странствовал по планам Обливиана. Видел вещи невиданные. Я говорил с Даэдро и двемерами. Я знаю достаточно, чтобы узнать вампира там, где другие увидят только человека. Он виделся с Даэдрами и двемерами. И я как-то не обращал вообще на эту фразу внимания. Но, ребята, если мы обратим Даэдра и двемерами. И тут непонятно почему всплывает двемерский артефакт, разрушитель заклинаний. Который мы получаем по квесту. Единственное лекарство. Который выдает нам кто? Переайт. Так какого черта, друзья? Объясните мне, пожалуйста, комментарий. Может быть, я не понимаю. Переайт, дейдрический принц, выдает нам двемерский артефакт. Это что? Ему кто-то дал там в своем мире этот артефакт? Или обменялись? Что это? А? Ребятушки. Или Волендранг. Да, на первый взгляд, ты не скажешь, что это двемерский артефакт. А да, это двемерский артефакт. Который еще называется Молот Могущества. Или же Молот Хаммерфилла. Да, ребятки. Но опять же, объясните. Как двемерский артефакт попал в руки Малакату, который нам потом его выдает? А? Как? Это что, двемеры там путешествуют? Среди миров Деэдра? Как это объяснить? И на завершение проект Арнелла, друзья. Да, мне кажется, именно этот квест раскрывает секрет. Как исчезли двемеры. Все знают, что двемеры исчезли. Никто не знает, почему. Этот маленький эксперимент — первый шаг к воссозданию обстоятельств их исчезновения. К открытию этой тайны. У меня не было сердца мертвого бога, и я заменил его кристаллом, который благодаря тебе установлен на место. Кроме того, мне нужен разделитель, двойник кинжала-разрубателя. Однако у меня есть основания быть уверенным, что все получится. Конечно же, я не ожидаю точно таких же результатов. Я же не туннельный архитектор. Ну что ж, я полагаю, пора. Посмотрим, что будет. Ты... Может, тебе лучше отойти на шаг другой? Но не уходи, прошу тебя. Без тебя ничего бы не получилось. Будет правильно, если ты увидишь результат своими глазами. Ладно? Ну... Да, в финале квеста проект Арнила нам показывает, из-за чего исчезла целая цивилизация Двеймера. Оружие Кагренака на сердце Лорхана. Бух! Работай, чтоб тебя! И все. Двеймеры исчезли. Нет, Двеймеры не погибли. Они нас ждут. И в Т6 эта тайна, друзья, раскроется. Поддержите видео, напишите ваше мнение, что вы думаете о Двеймерах. Подписывайтесь и кликайте колокольчик. Спасибо, друзья. Счастья вам, здоровья и пока.